И не знают, какие ворота. Лишен ли оказался форвард явной возможности забить гол. В этой ситуации очень много отдана арбитру на лодку. В данном случае, мне кажется, судил Карбальер, что Агуэро нам слишком сильно. Ухтран и Агуэро. Кто лучше готовился? Да, это не так. Сейчас на дорогу. Но Трап там, в общем-то, поработал неплохо. Он прыгал, но он не выбегал вперед. У вас обстрелы не менял. Серки Осамена. Здорово Клиши отобрал. Дебрюйне. Открытый фланг. А кому пойти туда, поднимает руку Агуэро. Он готов. И еще входит в штрафную площадь. Хесус Навас. И он не последний. Будет и третья волна. Дебрюйне, он как будто и дежурит. Никуда не сходит с этой точки. Вязь находит его сам. Клиши. Прострельный пас. Какая линия игроков в голубых футболках. А ударить некому и бьет Дебрюйне. Это блестящий удар. Как и в Париже. Самый дорогой. Давай еще раз посмотрим. Насколько по времени это все было здорово исполнено. Он как будто стоит на этом месте все время. Вообще не сходя. Здесь лишний шаг отдельно. И... А вообще первый удар из-за предела штрафной они на несколько. Он не смотрит на ворота. Но он уже все там оценил. Я понимаю, как пока стоял. Очень правильно выворачивали сагуэров. Не коснуться. Не помешать. Нет, все-таки левой бровью повел. Повел, да. Посмотрев, где они там. Кто мне мешает. Манчестер-Сити выходит вперед. 1-0. И теперь... Парижанам гола недостаточно. За оставшиеся 15 минут плюс добавленное надо забивать пару. Да. Бывает гол в раздевалку. Мы не очень любим эту формулировку.